Наш сегодняшний спикер Егор Задеба. Я полностью твои регалии сейчас не произнесу по памяти, так что ты сам скажи. Давайте поприветствуем еще раз. Спасибо, Роман. Меня действительно зовут Егор, даже Задеба. И я доцент нашего национального исследовательского ядерного университета МИФИ, старший сотрудник экспериментального комплекса НЕО, ты член Координационного совета по делам молодежи в сфере науки и образования при президенте. И сегодня у нас будет лекция про ядерные технологии, на самом деле охватывающие просто широчайший спектр применений. И поговорим мы, в принципе, думаю, сразу о них. Итак, здесь у нас первый слайд. Собственно, несколько буквально не очень, может быть, какие-то очевидные, каких-то неочевидных сфер, которые ассоциируются с ядерной физикой. Потому что, когда мы обычно говорим про ядерную физику, у людей ассоциация первая, это что-то связанное с вооружением, с энергией. Но, конечно же, это гораздо шире. Есть представлено несколько вариантов. Что это за судно такое, кто знает? Это ПАТЭС. Это даже не АЭС, а ПАТЭС. Это плавучая атомная теплоэлектростанция. Это академик Ломоносов. Вот следующая картинка. Давайте догадывайте. Здесь, вот я скажу, человек, вот он такой высоты. Что это такое? Нет, совсем не реактор. И не ИТР. Нет, вообще мимо. Правильно, да. Это детектор на Большом Адронном Коллайдере. Собственно, из этой сферы, вот что за спутник, догадьте. Это спектр РГ. Это, собственно, наше потрясающее телескоп, который в рентгеновском спектре изучает Вселенную. Это тоже ядерная физика. Здесь находятся четыре мионных годоскопа. Это устройства, которые с помощью потока мионов на поверхности Земли способны осуществлять томографию атмосферы, в данном случае, околоземного пространства. Но мы сегодня еще поговорим, как еще их применяют. И, собственно, маленький мобильный реактор РИТМ-200, ну как мобильный, по крайней мере, компактный, для того, чтобы обеспечивать энергией удаленные объекты автономно. И в паре слов давайте вообще, когда мы всегда начинаем историю про ядерную энергетику, ядерные технологии, всегда нужно вообще рассказать в паре слов, вспомнить вообще говоря, а что такое ядерная энергетика, как она работает. У меня был такой случай, я, значит, очень такой щекотливый. Значит, меня позвали, позвонили в прислужбы университета. Он говорит, слушайте, не могли бы вы сняться для ролика «Доброе утро на ОРТ». Такой, ну ладно, какая тема, ну там что-то неважное. Такой, ладно, поеду, что. И с утра у меня приезжает машина, водитель и журналистка. Говорит, мы сегодня с вами будем, вы будете рассказывать, почему белье на улице сохнет быстрее, чем дома. Такой, прекрасно, для этого нужен был физик-ядерщик. Ну, как бы я им, конечно, все это объяснил, но дальше происходит следующее, что они, первое же буквально их, такое было замечание, которое, честно говоря, любого ученого, любого человека, который связан с популяризацией науки, очень выводит всегда из себя. Это была фраза такая, не могли бы вы объяснить, ну как для тупых. Такой, я говорю, а кто тут тупой-то, как бы, ну зрители у нас тупые. Я говорю, а что вы взяли, что ваши зрители тупые, как бы, ну. Ну, я говорю, вот вы знаете, как ядерный реактор работает? И там журналистка такая, ой, да вы что, да это никто не знает, единица. Я говорю, к водителю, говорю, слушай, мужик, ты можешь объяснить? Он говорит, ну да, что там, атомы распадаются, нагревают, типа, стержни, водичка типит, турбина крутится. Я говорю, вот видишь, родная, как бы у тебя водитель знает, как работает атомная электростанция, не суди других по себе. Ну вот, на самом деле, это очень жизненная история, и действительно, ядерный реактор в сущности это устройство, задача которого заключается встепетить воду. В данном случае мы используем энергию распадающегося урана. В каких-то случаях можем использовать вместо урана торий или плутоний. Но, тем не менее, смысл довольно простой. У нас там есть большие топлива, в котором содержатся нестабильные элементы. У нас они делятся, и при этом выделяется тепло. То есть, в принципе, ядерный реактор от химического реактора отличается почти ничем. В обычном химическом реакторе у нас здесь загорает, например, газ. Это лучше всего, наверное, аналог будет на одноконтурном реакторе. Загорает газ или уголь, соответственно, тепит вода, пар крутит турбину. В принципе, на этом принципе устроены все электростанции подобного типа. Атомное не исключение. В чем особенность атомной электростанции? В том, что мы, как правило, для того, чтобы повысить ее безопасность, используем несколько контуров. И первый контур у нас замкнутый, и вода там находится под температурой аж под 300 градусов. 200 атмосфер, огромное давление. И как вы думаете, какой самый проблемный узел? Вообще что? Вот главная головная боль на атомной электростанции. Кто там самый вообще важный специалист? Конечно, насосы, и еще даже вернее сказать, даже не столько насосы, сколько большие циркуляционные насосы, достаточно еще плюс-минус надежные, еще хуже есть, чем насос. Но тоже с этим связано. Запорная арматура. Запорная арматура при давлении в 200 атмосфер по 300 градусов, соответственно, специфическая, все это течет. Если вы зайдете на специфические паблики в Телеграме с мемасами про атомные электростанции, там всегда будут все эти шутки на тему фонтанов, этих вот перемазанных, чумазых сотрудников. И в принципе да. В общем, что касается радиационного какого-то контроля, каких-то аварий, связанных с радиацией, как правило, тут даже шуток нет, потому что в принципе достаточно вся эта система безопасна. Да, в первом контуре что-то где-то есть, но это не те масштабы, которые мы говорим про какие-то серьезные аварии или, по крайней мере, где бы это встречалось, например, на химических производствах. Ну и понятно, если мы говорим про безопасность ядерной энергетики, то и вообще загрязнение ее окружающего пространства, ну тут, конечно, ей далеко, например, до той же угольной, потому что угольная энергетика, она выбрасывает радиоактивных веществ вокруг не в десятки, не в сотни, а в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем ядерная, как тут ни крути. Поэтому наш разговор про энергетику ядерную сегодня, видите, очень короткий, это наше начало некоторое. Главный ключевой фактор про энергетику ядерную сегодня, почему она у нас фигурирует в этой презентации во многом, сказать некоторую динамику, потому что у нас в 50-х годах первый ядерный реактор наш энергетический был создан в Советском Союзе. Недавно мы отметили юбилей Обнинской атомной электростанции, прекрасная электростанция, которая, конечно, изначально не была такой прекрасной, когда ее построили, Славскому предложили, давайте-ка мы лучше снесем и построим новую. На что он дал, я считаю, очень хороший жизненный совет для, наверное, всех сфер жизни. Он сказал, что знаете, нет, вы сначала эту до ума доведите, а потом будем строить новое. И вот это очень важная такая жизненная задача. Иногда некоторые дела доводить до конца, какими сложными бы не были, а уже после этого браться за новые. Поэтому очень много уроков было из нее извлечено, и видите, вот этот рост выработки электроэнергии в мире, он сначала двигался практически по экспоненте и дальше вышел на плато. Ну понятно, вот видно точку примерно этого излома. Это точка конец 80-х. И это речь идет не столько про аварию непосредственно чернобыльскую, это во многом, в принципе, некоторое насыщение этой технологии энергетики. И посмотрите, какие страны, собственно, этой энергетикой в основном пользуются. Страна самой большой доли атомной энергетики какая? Знаете, Франция, да, Франция, там 75% энергетики. В России и США примерно по 17-18% одинаковые доли. Но если говорить по общей выработке, конечно, лидером является США почти 100 гигаватт. Это огромный, конечно, комплекс у нее тут атомных электростанций. Тем не менее, новые она не вводит и в этом отношении, чтобы вы понимали геополитическую ситуацию на сегодняшний день. Россия строит больше всего главный экспортер атомных электростанций в мире. На сегодняшний день в этом отношении у России конкурентов не так-то много, потому что Америка вышла из чата, Франция вышла. И много этому можно искать причин. Но, тем не менее, на сегодняшний день, если мы ждем здесь такого подвоха и опасности, наверное, тут их два. Первый — это с точки зрения, что американцы все-таки хотят зайти сразу на следующий круг. Они хотят выходить на атомные электростанции не поколения 3+, которые мы сейчас строим, то есть вот эти водоводяные, вот то, что я показал, а строить уже реакторы следующего поколения, четвертого. Это реакторы, в которых вместо в качестве теплоносителя используется не вода и даже не жидкий металл, как вот на проекте «Прорыв», там на жидкий свинец используется. Сейчас про это скажу. Ну и переходить на производство уже реакторов газовых, так называемых, когда у вас охлаждается потоком газа. А в чем преимущество? Температура рабочая такого реактора оказывается свыше тысячи градусов. Как вы думаете, для чего такое надо? В чем вот хорошо, когда у вас теплоноситель на такой температуре? Нет, не КПД, а интереснее. А дело в том, что при таких температурах такую температуру можно использовать уже не для нагрева водички, для чего-то крутить турбину, а можно использовать сразу в определенных химических реакциях. Например, это можно использовать для того, чтобы использовать каталис, то есть, собственно, использовать, раскладывать воду на водород и кислород. Тем образом, такие электростанции, они напрямую могут без лишних преобразований стать генераторами чистого водорода. Водород у нас предполагается как будущее все-таки нашего транспорта, и много в это сейчас вкладывается. Ну, это один из примеров. От таких еще много, потому что огромное количество химических производств требует высоте температуры, и они здесь получаются буквально бесплатно. То есть, это та ситуация, когда вам не приходится потом это тепло так утилизировать. И вторая угроза – это, очевидно, Титай, Корея южная, которые на сегодняшний день тоже нарастили прям так ого-го, как свои темпы. Титайцы в основном строят сейчас все у себя. И с хороших для нас новостей заключается в том, что они все-таки немножко отстают по технологиям, то есть, они строят все на шаг назад. И единственная страна в мире, которая имеет полный вот этот цикл производства топлива современного, перспективного топлива – это является наша страна. Ну, так сейчас, что стоит вообще главная проблема перед ядерной энергетикой, которая… вот даже тут сразу опять же вопрос в зал. А насколько у нас, как вы думаете, осталось на планете угля? Вот сколько вот если при текущих… Вот мы все электростанции загрузим углем только. Сколько вот разведанных запасов, как вы думаете, нам его еще хватит вот при текущем потреблении? 50 лет, да. Ну, по оценкам от 1000 до 2000 лет. То есть, угля у нас, мягко говоря, много на планете, и пользоваться им можно еще долго. Вот главный минус, да, как мы знаем, это, значит, угольная энергетика вся такая опасная, в общем, грязная, и СО2 вот этот ужасный, который мы тут, значит, выдыхаем, из которого все растения берутся. Кстати, повышение уровня СО2, как вы знаете, повысило урожайность по всей планете, потому что растения берутся тут из СО2. Вот, ну, в том числе, по крайней мере, наша Тимирязевка, наша Академия Тимирязевская утверждает так, это один из тех же факторов. Это можно в качестве вопроса, это с вами обсудим. Но как раз я даже интересовался, до какой степени можно повышать уровень углетислого газа, то есть до какой степени эту урожайность можно повышать. Вот, и они мне показывали лабораторию, у них есть исследования, и они там повышали СО2 чуть ли не в атмосфере углетислого газа выращивают и так далее. Ну и показывали граффити, как оно растет. И вот, в частности, количество растительности на планете от количества углетислого газа зависит. Ну и так далее. Что касается углетислого газа, в общем, действительно опасно, у гугленной энергетики мы, значит, к ней стептически относимся. Как вы думаете, насколько уран-235 на планете осталось? Ну тут урана, вот разведанных, скажем так. Лет на 100? Меньше. Ну, в общем, лет на 50, да. Вот, да. То есть, получается, смотрите, какая у нас клевая, вообще потрясающая перспективная ядерная энергетика, а топлива под нее нету. Ну, по крайней мере, разведанных больших запасов. Новые открываю, для этого даже в конце у меня там будет слайдик, как это новые методы открытия этих залежей. Ну, не так-то много, на самом деле, на планете урана. Следующий у нас на подходе будет Торий. Торий будет выгоден экономически, когда у нас стоимость урана подскочит так раза в 4. Это на Торий перейдем. Его много в Индии, Индия, наверное, будет тут лидером. Но урана мало. Зато у нас очень много урана-238 на планете. Этого прям добра навалом. Как его использовать? И вот одна из таких возможностей, это, так называемые, реакторы на быстрых нейтронах. Мы довольно с ними давно умеем работать. И вот в городе Шевченко, в Казахстане, сейчас это Казахстан, Казахская ССР, был построен реактор БН-350, БН- значит быстрые нейтроны, 350 мегаватт мощность его, который, кстати говоря, создал целую пресноводную реку в Казахстане, потому что вот его контур, третий, который как раз выбрасывает эту воду, он использовал непосредственно, как опреснительная большая установка. То есть с реакторами на быстрых нейтронах мы на «ты» человечество на сегодняшний день. Особенно это касается нашей стороны, потому что сейчас мы ввели реактор БН-1200, например, то есть это уже 1200 мегаватт. Это полноценные реакторы на обычном топливе, они тоже работают на этой мощности, а тут на быстрых нейтронах. И главная проблема от этих реакторов, что в качестве теплоносителя они используют жидкий металл. Это в данном случае натрий. И у жидкого натрия есть одна проблема. Кто-нибудь в лабораторке помнит, в школе по химии, что с натрием вообще происходит? Вообще даже с воздухом. Потому что в воздухе тоже есть влага, и он мгновенно воспламеняется. И вообще говоря, самый лучший реактор в этом отношении в свое время, еще в 90-е годы построили, еще 30 лет назад построили французы у себя. Назывался Феникс сначала, потом Суперфеникс большой. Они его закрыли просто под протестами, потому что он всем так надоел, потому что он постоянно это все везде где-нибудь сифонило. Ну просто утомил он, откровенно говоря, французов. Постоянно не работал, постоянно на ремонтах был. Тем не менее, это направление они у себя перекрыли под давлением общественности, инженеров и всех остальных. И на сегодняшний день единственным лидером в мире по строительству этих реакторов является наша страна. И реактор БН-1200, конечно, в этом отношении шедевр, потому что такой мощности стабильный реактор еще никто в мире не делал. Но это не все. Наш перспективный проект Брест ОД-300, это пока исследовательский проект, видите, всего 300 мегаватт, это проект, который будет строиться на уже технологии, в которой в качестве жидкого металла используется свинец. Вот свинец, таким образом, это абсолютная безопасность в том отношении, что если это дело у нас, такой реактор останавливается, вы получаете огромный свинцовый могильник, который замуровал всю радиацию внутри. С другой стороны, он химически менее активен, хотя очень химически активен. У меня вот в МИФИ, у нас даже есть там одна лаборатория, мне понравилось, у них кастрюля такая, у них там жидкий свинец, и они там цирконий варят, цирконевые стержни. Почему? Потому что, ну, надо разобраться вообще говоря, как все-таки, насколько, в каких режимах у нас жидкий свинец взаимодействует с такими стержнями, а из цирконии, как вы знаете, делают стержни для топлива. Вот, то есть это целая проблема. Потому что свинец, это все-таки, главная его проблема, все-таки химическая его опасность. То, что говорят, отравление тяжелыми металлами, это про это. И это строят у нас под Томском, вот такой реактор, ну, будем надеяться, все-таки они его построят. Там не так все просто. Ну, о чем же здесь все речь идет? Речь идет о том, что мы пытаемся запустить так называемый замкнутый ядерный топливный цикл, который заключается в том, что то топливо, которое отработано на обычных водоводяных реакторах, там выгорел 235-й уран в достаточной степени, его можно использовать повторно. Для этого требуется вообще очень сложная технология. Во-первых, химическое очистение, отделить те компоненты, те изотопы, которые очень активные, которые использовать, вообще говоря, уже не получится. По крайней мере, бесполезные компоненты. Их захоранивают, но это небольшая доля. Основная доля отстаивается какое-то время и отправляется на второй заход. И здесь как раз нам вот эти реакторы на быстрых нейтронах и нужны, потому что эти реакторы, они способны, во-первых, дожигать краткоживущие изотопы различные, и, собственно, они называются бридеры. У них слово есть такое бридеры, то есть размножитель. То есть под действием быстрых нейтронов, под действием нейтронов у нас из 238-го урана мы его активируем. И таким образом на выходе реактора на быстрых нейтронах оказывается полезное топливо для реактора обычного. Таким образом мы как бы достигаем истории, которая нам увеличивает перспективу использования ядерной энергетики уже с 50-ти, ну ладно, еще и найдут какие-нибудь залежи, уже 100 лет, уже до 1000-2000 лет. И вопрос такой, кто первый в мире достигнет этого замкнутого топливного цикла, сможет его весь полностью обеспечить, потому что на сегодняшний день даже вот новость, наверное, зимы, а это в марте было, мы смотрели, нас позвали как сотрудников МИФИ, как мы видим будущее Росатома, что-то у нас было там, их стратегия развития, и мне понравилась цифра. Они до сих пор, у них гуляет цифра доли реакторов на быстрых нейтронах от, по-моему, 10% до 50%, то есть они в такой вилке большой, не знают точно, сколько им надо. То есть это будет выясняться по ходу дела. И посмотрим, как это все, с чем эта вся история закончится, но тем не менее вот это топливо уже доработанное, оно уже используется, так называемое МОКС-топливо, когда у вас добавляется определенное количество плутония с ураном. В общем, технологий много, хлопот много, и это потихонечку все развивается. Почему потихонечку? Ну, специфика такая ядерной отрасли, что все новые технологии на сегодняшний день, это просто, вот вы сейчас что-то придумали, через 20 лет только это перемените. Вот как сказал Лихачев, если бы мы делали ядерную энергетику, первый реактор по нормам безопасности сегодняшнего, мы бы до 2024 года до сих пор его не построили. Ну, что делать? Безопасность. Дальше мы, ядерная энергетика, помимо вот этого замкнутого цикла, она уходит в область компактности. Это тоже направление, где нас могут подрезать. Это речь идет про модульные, такие маленькие реакторы, которые могут умещаться, самые маленькие, это там бразильцы, по-моему, что-то сейчас пытаются сделать, он умещается просто в грузовой контейнер. Поставили такой вот реактор маленький на заправке для Теслы электромобилей, ну и, значит, у нас стоит ничего, не надо подводить никаких проводов, и вот она подъехала машина и получила оттуда электричество. Ну, понятно, проблем, наверное, себе представляет, какой объем с собой влечет, как бы если у вас ядерные объекты по всей стороне расстыданы через каждые 10 километров, то вероятность, что один какой-нибудь исчезнет в один прекрасный момент, и потом из этого делает грязную бомбу. Ну, короче, проблем много, поэтому на сегодняшний день Росатома, например, у него в проектах вот тот же реактор РИТМ-200, компактный, который вот они ставят сейчас на плавучий атом электростанция, на помощь, честно говоря, в Квебете она находится, где она там, или под находкой она где-то находится. Ну, в общем, на Дальнем Востоке находится такой… В Пивете. В Пивете, в Пивете, Квебете, господи, что я сказал, да. В Квебете это было бы странно немножко. Да, в Пивете, да. Соответственно, видите, это атомная именно теплоэлектростанция, то есть у нее еще есть контур тепловой, который вы можете использовать на севере. Вот этот второй самый контур, третий контур в ней. То есть вы можете отапливать непосредственно город. И вот такие уже маленькие без вот этой оболочки все, то есть это отдельные реакторы, уже можно просто устанавливать в различных местах, и не только на севере, но и, например, где-нибудь на Арабском полуострове. Почему? Потому что там нужна пресная вода. Вот эти все реакторы, они работают в сочетании с системами обратного осмоса, очень как эффективные инструменты для опреснения. Ну и теперь такие немножко необычные, наверное, применения, а не пара слов, ядерных зарядов. Это мирные ядерные взрывы. Очень интересная тоже история. 124 случилось их в СССР, 27 в США. Остановимся подробнее на наши. То есть у нас здесь 42 на создании подземных ямкостей. Тут вроде бы все понятно относительно. Сизмозондирование на больших масштабах. Сделали 39 таких подрывов. То есть когда в Сибири в первую очередь это все производилось. И 21 интенсификация добычи нефти и газа. Тоже понятно. Делаете взрыв, у вас пласты поджимаются. Соответственно, как это называется, скважинная жидкость идет бодрее. И опять, наверное, самая интересная эта история, это тушение аварийных пожаров. Это вот он. Уртабулак, Узбетистан, 66 год. Вот такой вот фател. Неподконтрольный выход газа. Продолжался год, чтобы вы понимали. Вот один такой фател вытянул углетислого газа больше, чем все автомобили в мире в тот год. Ладно, что это все столько дармового газа выходит, но проблема не могли никак потушить этот газ. Никакими грузовиками вы это не засыпете, никаким образом это не забетонируете, потому что очень большое давление. И спустя год Славский берет на себя ответственность. Славский, это руководитель Средмаша, то есть ядерной отрасли Советского Союза. Речь идет о том, чтобы на расстоянии примерно в 50 метров от скважины произвести ядерный взрыв. Таким образом порода сместится и перекроет эту скважину, которая была образована. Взрыв прошел успешно. И действительно, буквально через несколько минут после взрыва газ перестал идти. Таких взрывов было 5-4 успешных, один, кстати, неуспешный. Далее, где у нас еще ядерная энергетика применяется, это транспорт практически общественный. Это, значит, у нас первая атомная подводная лодка была американская, Наутилус, 54-й год. И вот через 4 года атомная подводная лодка Ленинский комсомол создается в Советском Союзе. Собственно, с этим связано первое достижение Северного полюса. Судами, собственно, подводной лодки как раз сначала Наутилус, потом и Ленинский комсомол смогли выбраться из-подо льда на Северном полюсе. Самый большой флот сейчас атомный, именно, что называется, военный. У нас здесь два, все ледокольные и один военный флот. Это находится в руках Соединенных Штатов. Еще красиво, как матросы выстроились, значит, формула Е равна МЦ квадрат. И здесь как раз три ядерных судна. Собственно, их авианосцы на сегодняшний день это авианосцы атомные, причем там тоже по два реактора и большие крейсеры тоже на атомном ходу. У нас есть только одно такое судно, это тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Собственно, больше у нас, флотом на сегодняшний день наша страна большим похвастаться не может. Еще адмирал Нахимов есть. Нахимов на атомные разве? Да, но их вообще три корабля было. Один стоит вообще заброшенный. Вот Нахимов сейчас проходит ремонт. А, ну вот на ходу, значит, только. Да, на ходу Петр Велитий. Ну и, собственно, наша гордость, наверное, это атомные ледоколы. Россия является единственной страной в мире оператором атомного ледокольного флота. И первый ледокол получил Ленин. Собственно, получился неудачным, откровенно говоря, когда мы его собрали. Там довольно много было аварий, там грибные винты, и много хлопот с ним было. До Северного полюса он не добрался. И прослужил он до 90-го года, после чего был превращен в музей. На сегодняшний день, кстати, по-моему, в этом году его открывают, как музей. Это будет большая экспозиция в Мурманске. Самому интересно даже посмотреть. Я вот до ремонта, там, конечно, внутри, как Титаник, помните, как это вот, приходят вот эти лестницы деревянные, вот это все красотища. Вот он потрясающе выглядит. Я думаю, после ремонта там вообще будет сказка какая-то. Но, тем не менее, он показал возможность. На нем набили шишки те самые, как и на Обнинской АЭС. И следующее поколение атомных ледоколов, это уже легендарные ледоколы. Знаменитый Ямал, которого для одного фильма, там, значит, нарисовали ему такую мордочку. Вот он теперь, наверное, самый известный ледокол в плане в этом отношении. И вот 50 лет победы. Мне на нем повезло очень однажды побывать на Северном полюсе. И атомные лихтеровозы Вайгач Таймыр. И, собственно, уже продукт современной России, уже это постсоветское время. Это уже проект Арктика. Это уже полностью спроектированные ледоколы Российской Федерации. И сейчас запускающийся проект, как строящийся проект Лидер. То есть это атомный ледокол Россия. Ну, вот скажем так, Россия в два раза мощнее Арктики, а Арктика в два раза мощнее 50 лет побед. То есть мощность у них, конечно, понарастающе идет. И проходимость льда, и возможности тоже, потому что Арктика, она у нас еще даже может в устье рек заходить. Далее. Где мы еще ждем ядерную энергетику? Там, где опять куда сложно донести энергию, другим путем. Это речь идет, конечно же, про нашу орбиту нашей планеты, это про космос. И реакторы для космоса, это, вот мы отдельно говорим про ретеди, а есть непосредственно именно реакторы. То есть небольшие устройства, работающие так же, как во многом похоже, чем на земные, когда у вас делится топливо, стержни, управление, теплоноситель. И тем не менее, вот такие даже огромные на вид реакторы, вот как здесь на фото слева видно, американские мощности, у них, смотрите, какая, 550 ватт. Самая вот наша лучшая энергетическая установка, вон ТАПАС, до 10 киловатт. И мощности такие, в первую очередь, это военные спутники, которые имеют очень мощные излучатели, антенны. Вот для таких задач они и применялись. То есть для мирных целей на орбите у нас они так и не стояли. А вот для действительно масштабный проект, который, наверное, самый такой вызывающий гордость, хотя и была очень забавная картинка такая, как же там, значит, мемаз такой был, тоже смешной, значит, «Как не умереть от смеха», оно так, как книжка, значит, типа пособие такое, значит, типа пособие психолога, «Как не умереть от смеха», читая планы Роскосмоса. Но, тем не менее, значит, проект на самом деле очень не смешной. Это проект достаточно на самом деле высокой степени готовности в своем роде. Это проект ядерного буксирования «Нуклон». Идея, казалось бы, очень простая. Мы на сегодняшний день делаем лучшие плазменные двигатели в мире, причем большого размера плазменные двигатели. Они у нас хорошо протестированы, они на орбите себя показывали. И за это технология за нами есть. С другой стороны, мы умеем делать отличные реакторы. Реакторы мы тоже делаем любых видов. И первые от подводных лодок, и заканчивая всеми видами теплоносителей, на сегодняшний день использующими, все умеем делать. Казалось бы, что бы это не совместить. Реактор с плазменным двигателем. Фактически машина, которая может работать 5 лет и двигать груз в космосе. В чем проблема вообще в космосе использовать, например, солнечные панели. Долетели до Марса, количество света уменьшилось раза в два. Долетели до Юпитера уже раз в 15-20 меньше света, солнечные батареи вы там не примените. Химическое топливо в чем проблема? Очень много с собой возить. Хотите долететь до Юпитера, готовьте, что 99% массы вашей ратеты будет просто потрачено на топливо. Неэффективно используются плазменные двигатели. В чем их преимущество? В обычном химическом двигателе у нас есть рабочее тело, так называемое. То есть что мы выкидываем из ратеты, от чего мы собственно отталкиваемся. Вот этот самый фател, который у нас идет сзади. Скорость там достаточно ограничена. Это там километры в секунду. Мы можем разгонять такое топливо. Вот обычно десятки, сотни километров. А в плазменном двигателе это работает как маленький ускоритель. Устройство, которое разгоняет около световых скоростей. Ну, конечно, не около, но масштаба процентов световой скорости топлива. Таким образом, при том же импульсе мы получаем гораздо меньший расход. То есть импульс, он что такое? МВ, да? То есть вы можете увеличить скорость и за счет этого снизить массу того топлива рабочего тела, которое вы выбрасываете. И на сегодняшний день вот этот проект атомного буксира, который был изначально запланирован в 30-й год, сейчас код уехал на 35-й. Для него, кстати, чтобы вы понимали, вот, например, уже, это, по-моему, картинка, четырехлетней давности уже делали рабочие несущие… А, это не туда, я понял. Несущую раму. Он способен, его собирают на орбите, с Земли плазменный двигатель ничего поднять не могут, а на орбите разгонять могут. Его в план долететь до Венеры, развернуться ее в гравитационном поле, долететь до Юпитера и вернуться обратно на Землю. И это все на одной заправке топлива. Планируется это все, вот сейчас, я говорю, где-то на 30-е годы. Посмотрим, что получится, потому что вот только собирать на орбите, замучаемся, потому что выводится он не сразу, выводится он частями. Там все это будет собираться, оттуда все это будет стартовать. В общем, приключений много, но для справки мы единственная страна все-таки в мире, которая сейчас этим занимается. Китайцы как-то тоже пытаются, но пока мы здесь лидер, потому что компоненты все для этого у нас есть. Далее, что же еще используется у нас в космосе? Это, естественно, ретейди, то есть сочетание горячего объекта, в данном случае какого-нибудь препарата, ну как препарата, просто, грубо говоря, кусочка плутония, который за счет распада естественного, то есть у него нет никакой цепной реакции, просто вещество внутри распадается, нагревается, а дальше мы прикладываем то, что называется эффект Зиебека или в простонародье то, что мы называем элемент Пельтье, когда у вас одна поверхность этого элемента охлаждается, другая нагревается, внутри появляется ЭДС. То есть фактически это является источником электричества. И вот такая ядерная таблетка с таким элементом делает нам РИТЭК, радиозатопный термоэлектрический генератор. Делать мы их научились очень давно, то есть мы это научились делать еще в 50-е годы, вполне себе использовали, отправляли это все в космос, использовали, причем в чем особенность распада, альфа-распада, альфа-частицы, как вы знаете, задерживаются даже листочком бумаги. Это достаточно безопасно с точки зрения радиационной обстановки, объекты, находиться можно прямо рядом с ними, и их вот, примерно на Луне они находились, на различных космических спутниках, в основном находятся именно они. И у нас на северной буи различные подводные, вот вы там хотите за американцами шпионить, ставите подводный кабель какой-нибудь, вы опускаете туда свой аппарат, вот он РИТЭГом питается энное количество лет и передает информацию, или где-нибудь на севере метеоинформацию вам передает. На РИТЭГах у нас полетели Вояджеры, знаете, да, то есть это все аппараты, которые уже скоро как 50 лет двигаются от нашей планеты к краю Солнечной системы. Один уже, собственно, добрался успешно, уже столкнулся с межзвездным ветром, как там называется, и наснимали кучу потрясающих снимков и до сих пор работают, да, 50 лет. Почему? Потому что на них стоят такие вот батарейки. Все наши марсоходы ими оборудуются. И самый, наверное, известный момент, когда он в поп-культуре, они обыграны, это когда в фильме «Марсианин» он достает этот РИТЭГ, выкапывает для чего? Для того, чтобы согреться, потому что РИТЭГ горячий, то есть у нас же обязательно условия для его работы, одну поверхность надо охлаждать. Вот он его выкапывает для того, чтобы не замерзнуть на Марсе и добраться из точки А в точку Б вот этими холодными марсианскими ночами. Дальше у нас перспектива энергетики. Это известно. Есть такая постоянная планка, вы, наверное, знаете, много разных постоянных. Вот есть постоянная капица. Заключается она в следующем, когда его спросили, через сколько, как вы думаете, человечество освоит термейдерный синдром. Он сказал, через 20 лет. Через 20 лет его снова спросили, когда он сказал? Через 20 лет. Сегодня мы тоже говорим, что это произойдет примерно лет через 20. Я думаю, через 20 лет мы эту цифру повторим, потому что добраться почему-то на сегодняшний день никак у нас не получается до промышленных методов извлечения энергии и синтеза ядер. Ну, вкратце, сейчас я не помню, там этот слайд есть, нету, ну и ладно. В целом идея заключается в чем? Что мы с вами можем ядра делить, то есть 238, 235 уран, плутоний, торий, и при этом получать энергию. Вот на 235 уран, на его деление у нас выделяется 200 единиц энергии, то есть 200 мегаэлектрон вольт. При синтезе двух ядер дейтерия у нас выделяется 17 единиц энергии, то есть у вас 4 элемента веса дают 17, там 235 давало 200, то есть видите, насколько в 4 раза по энергии выгоднее. Но это как бы на самом деле не самое главное, синтез мы не за это любим, и не за это мы синтез ждем. Дело в том, что у нас реакция дипотетически возможна это слияние двух ядер дейтерия. У нас дейтерия — это тяжелый изотоп водорода, и он в природе, определенный процент от водорода всегда у этого дейтерия содержится. Таким образом, где у нас главные запасы водорода в мире? В океане. Соответственно, у нас с вами вода, а те воды на планете довольно много, там определенная доля тяжелой воды, всегда ее можно оттуда получить, оттуда можно получить дейтерий. У нас с вами получается топливо, тысяч, там на сколько-то цать лет. Вперед. Вопрос другой на самом деле. Если считать текущие реакции, текущие возможности, нам на самом деле все-таки там делий третий, нужен литий и так далее. Но дипотетически мы верим, когда-нибудь мы сможем и дейтерий использовать. Но это все довольно сложно. Почему это сложно? Потому что процессы термодерного синтеза, чтобы запустить, нужно вещество нагреет до температур в сотни миллионов градусов. И при этом желательно еще и определенное давление обеспечить. Такое происходит у нас в центре звезд. Ну или вот при взрыве ядерной бомбы, да, обычной. У нас там образуются достаточные температуры и давления, чтобы запустить термодерный синтез. И мы давно научились делать. Вот первая в мире термодерная бомба была сделана именно в Советском Союзе. Как раз по идее нашего Сахарова замечательного. Слойка Сахарова называлась. Но она такая была скорее обманкой немножко, потому что все-таки дальше мы стали использовать схему американцев. Ну она более такая, все-таки разумная оказалась. Но тем не менее мы были первыми в этом. И первыми же мы застолбили вот эту технологию, которая сейчас называется технология ТКМАК, терроидальная катушка магнитная. Эту идею, кстати, дал очень интересный парень с Дальнего Востока служил. Вот он начитался, специал письмо Сахарова. Давайте мы будем в бублите вот такому магнитному держивать плазму, чтобы она стенок не касалась. И это тем образом у нас получится удержать магнитное поле плазму и нагреть ее до сотен миллионов градусов. И там потечет, собственно, термейдерный синтез. И вот если первый ТКМАК, на котором смогли долго удержать плазму Т3, Т3 был создан в Курчатовском институте. Тогда никто не верил. В 50-е годы тогда со всего мира приехали ученые в Курчатовский институт, которые засвидетельствовали этот факт. То на сегодняшний день следующий вот JET и, собственно, ЭТЕР. ЭТЕР — это международный проект, который находится во Франции. Но, кстати, до сих пор нас оттуда не попросили, потому что если Россия выйдет из ЭТЕРа, ЭТЕР закроется на следующий день. Вся энергетическая часть там делается нашими специалистами, поэтому наши ребята до сих пор у нас в МИФИ туда ездят и все это делают. Собственно, ЭТЕР — самый большой на сегодняшний день по размеру термоядерный реактор такой. Естественно, он еще не работает, еще все это строится. И когда все запущено, будет непонятно. И даже в случае, если мы это все получим… Видите, тут первая плазма, 25-й год. Надо этот слайд уже давно поменять. Там уже где-то в 30-е годы уехало. А если это все запустят, если это все заработает, то после этого они еще будут строить реактор демо. И на этом только демо, они смогут отработать технологию, как эти плазмы, ладно, синтезы получили, а как электричество-то получить. Вот этот этап только туда уедет. Поэтому ЭТЕР даже это еще не сможет делать. Но, кстати, да, термоядерные реакторы можно делать и маленькие. Самый молодой автор термоядерного реактора маленького — это Джексон Освальд. Вот делается такой фьюзер. Видите, как он красиво светится. Там реально происходит синтез. Ну, с КПД, конечно, меньше процента. Бесполезное устройство, но это очень красивое. Но есть другая технология, которая на сегодняшний день кажется таким очень хорошим конкурентом для ТК-МАКов. Это импульсные реакторы. То есть реакторы, когда вы под действием мощного источника лазерного излучения сжимаете малюсенькую таблетку и обеспечиваете на очень короткое время температуру и давление, сравнимые с тем, что происходит в центре звезды. Она из-за термоядерного синтеза сама нагревается, и дальше процесс пошел. Выглядят примерно вот такие. Огромное количество лазерных пучков окружают камеру. Вот так эти камеры выглядят. И вот так вот выглядит та таблеточка, которая, собственно, облучается. И андулятор под нее. И идея в том, что на сегодняшний день была новость о том, сколько она была? Два года назад о том, что американцы смогли получить положительный КПД на своем лазере таком. Ровно за сутки это случилась новость до того, как им утверждали в правительстве финансирование на следующий год. Совпадение случайное совершенно, как известно. Ну, естественно, когда пересчитали все в КПД конечное, с учетом, сколько денег потрачено на зарядку конденсаторов и так далее, и так далее. КПД, конечно, смехотворный, но не добирающийся процентов, наверное, до нескольких. Но сам факт, что если пересчитать количество именно лазерного излучения, упавшего на конкретную таблетку, то да, там положительный выход был. Мы на сегодняшний день, самый мощный лазер, знаете, где строится в мире? В Сарове у нас. Это УФМ-2. О, УФМ-2М, по-моему, так он называется. Надо уточнить название. Как раз у нас Тринити занимается этим делом. И там у него мощность будет в два раза выше, чем у американского. Посмотрим, хватит ли этого. Ну, там задач довольно много на нем еще решается, потому что эти мощные лазеры нужны для широчайшего спектра задач просто. Потому что там и экстремальное состояние вещества, и для оружия. Оборонка туда очень активно вкладывается, потому что такие условия, они встречаются в оружии. Фактически это речь идет о создании оружия совершенно другого поколения. И там как бы не за то, что лазером будет применяться, а именно какие условия, при которых оно находится, это оружие. Далее, ну понятно, все технологии безопасности. Это ядерные фактически безопасные, это всеми рентген. Ну, это как бы ядерная технология, и не только все возможные методы облучения грузов соответствующими детекторами, которые это излучение ловят. Сначала эти детекторы придумывались физиками для своих задач фундаментальных. И вот как оно на сегодняшний день применяется. Мы уже к этому всему привыкли. Следующая история — это потрековые мембраны, которые изначально получали просто облучением пленок альфа-частицами. Там образуются небольшие отверстия. Через эти отверстия могут пройти только молекулы воды. Ни вирусы, ни бактерии, ни даже соль через них не проходит. И поднимите руку, у кого стоит система обратного осмоса дома. Да ладно, один. Я, честно говоря, даже эксперимент провожу. Вот так вот выглядит картридж. Такой системы обратного осмоса. Продается, по-моему, в любом гипермаркете. В Ашан приходите, покупаете, ставите себе домой. Смысл в том, что я ради эксперимента не меняю. У меня аквафоровские, любые бывают. И барьер, там все они. Потому что картриджи у них все равно у всех одинаковые. И идея в том, что это пленка, через которую за счет давления продавливается чистая вода только. То есть у вас расход воды немножко увеличивается. Там примерно четверть воды проходит сквозь пленку. Три четверти выбрасывается обратно водопровод. Поэтому для питья только используется такая технология дома. И вода такая чистая, собственно, что натипи в чайнике не бывает от слова совсем. А я еще как физик-экспериментатор не меняю уже 10 лет этот картридж. И он все еще работает. Я жду, когда появится натипь. Но значит он порвался, значит что-то случилось. Нет, ничего не происходит. Я меняю там острудии, чистые, которые меня не реализуют. Так, ради уж приличия, меняю там какой-то предварительный. Но мембрана работает 10 лет уже. Ничего и не делается. Поэтому не верьте всем этим, что надо мембрану менять каждые сколько, два года. Потому что мембрана самая дорогая штука, по-моему, тысяч семь стоит. Ну я такой, ну идите нафиг. Мы проводим эксперименты. Ну, по крайней мере, пример простой. Если у вас появился натипь, значит она испортилась. Если натипи нет, а это самое главное, если соль пошла. То есть это абсолютная чистота. Далее, собственно, современная медицина, в принципе, особенно все, что связано с онкологическими заболеваниями, это все ядерная медицина, практически все без исключения. У нас есть только химиотерапия, что мы знаем. Но все, что связано с все остальное, это ядерная технология, это гамма-томография, позитронно-эмиссионная томография. Когда вы с помощью, ну вот, например, добавляете в глюкозе или к другому носителю изотоп, который излучает позитроны, они у вас и не делируют с электронами, получаете два гамма-кванта. И ловя их вот в таком вот кольце, мы на сегодняшний день можем определять с высокой точностью, где накопился этот самый изотоп. Принцип у всех этих историй примерно одинаковый. У вас находят в организме, в первую очередь, главный потребитель, например, глюкозы. Это кто? Раковые клетки. Они едят в 10 раз больше, чем обычные. Поэтому, если вы такой препарат съели, всю глюкозу, можете уверенно быть, попадет она именно к раковым клеткам. Соответственно, где это вещество накопилось, вы это место видите. Технология простая, но используют, в принципе, понятные детекторы. Следующая, это уже непосредственная терапия различного вида. Самая известная, базовая, это бракетерапия, когда вы заносите непосредственно источник излучения в поплохевшее место. И, наверное, самая тонкая история, это именно лучевая терапия. Если она может быть у нас через гамма-излучение. Гамма-излучение, наверное, не самый лучший вариант, потому что гамма-излучение используется многое. Главная проблема ведь какая? Для чего используются ядерные излучения? В каком случае? Добраться к скальпелям не я. То есть если уж можно добраться к скальпелям, но если у вас на поверхности кожи будет, наверное, вы не будете идти под реактор, чем-то облучаться. Вас просто отрежут. Опухоль, проблема в основном происходит в мозге, когда у вас находится опухоль глубоко под тканями, добраться к скальпелям не можете, вы используете уже в этом случае излучение. Вот какая главная проблема? Что опасного в излучениях? Да, правильно, что-то через ткани здоровые пока найдет, но повредит. Поэтому задача какая? Сделать так, чтобы вот это излучение, оно свой эффект проявило именно в опухоли, а здоровая ткань не повредила. Вот гамма-излучение прекрасно проникает, все здорово, но оно как бы все подряд по пути своим портит. Поэтому используется много лучей. Каждый луч вроде бы никогда не сходится в одной точке, максимальный эффект, а по пути, соответственно, сколько уже нанесли эффекта. Кстати, это уже в другой презентации. Вот справа здесь у нас показана уже история для протонной терапии. Это самая эффективная история. Почему эффективнее использовать его протоны? Потому что есть такая кривая брега. Кто там из физиков, те это все обычно знают. Кривая брега, она говорит о следующем, что институционные потери, то есть выделение энергии заряженной частицей, почти все происходит на последних двух миллиметрах пути в веществе. Буквально на последних миллиметрах. То есть у вас частица двигается сквозь мозг, например, и практически его не анизует. Но почти всю свою энергию она даст как бомба. Прямо на последнем своих миллиметрах траектории. Поэтому использовать заряженные частицы существенно эффективнее. И я в первый раз это видел в году 2007-2008. Мы как студентов возили в Троицк, на ускоритель. И мы даже не знали, что увидим. Там огромный стадион с этими всеми защитами радиационными. Вот эта труба идет, там линейный ускоритель. И потом мы заходим в маленькую чистенькую комнатку. Все так чистенько, красивенько. И там такое кресло, как у стоматолога стоит. И такая трубка из стены. И весь этот огромный ускоритель со стадион, он заточен на то, чтобы человек сел в креслице, и ему в мозг этот пучок попал. Если вы это все четко, аккуратно рассчитаете, то тем образом вы сможете поразить объект, эту опухоль, размером в кубичности сантиметра, то и меньше. Это действительно эффективный инструмент, но довольно дорогой и сложный. Собственно, для всех этих развлечений требуется нарабатывать огромное количество изотопов и для диагностики, и для лечения. Изотопы используются краткоживущие, естественно. С какой задачей? Потому что им надо быстренько отработать, из вашего организма вывестись, распасться, превратиться в стабильное. И поэтому по миру сейчас Росатом строят такие реакторы. Вот в Боливии строим, например. У меня потом студентов много из Боливии в какой-то момент было. Еще взрослые такие, химики они оказались, они получали второе образование, чтобы этому все. Я их учил как ни парадоксально, вообще по всем черчениям рассказывал. Они смотрят, что без энтузиазма такие, что в эти скучные. Говорят, а мы химики, нам вообще это все не надо. Говорю, ну и ладно. А почему мы там это строим? Почему они не могут, как вы думаете, из России возить и затопать? Ну, шпакаты долетят, да. Они все распадутся, потому что их больно дорого, поэтому надо делать прямо на месте. Реакторы такие в нашей стране несколько штук есть, и тут, в принципе, у нас все неплохо. Другой пример, очень такой необычный, это борьба с насекомыми опасными. И если у вас есть в Африке какие-нибудь озера, где водятся эти зловредные комары, переносящие всякие лихорадки, как у нас, там, эти малярийные комары, у них есть тоже свои, и с ними надо как-то бороться. И проблема в том, что если вы начнете химикатами с ними бороться, вы как бы ухлопаете вообще биосферу, которую потом будете долго расхлебывать. Поэтому неплохую эффективность показала так называемая радиационная стерилизация насекомых. И принцип там оказался очень эффективным. Идея заключается в следующем. Вы берете вот этих личинок, комаров, и облучаете, то есть прямо их разводите самостоятельно у себя, значит, где-то там на питательной среде, значит, у вас их много, облучаете их радиацией, и они становятся стерильными, то есть они не могут размножаться, то есть они не дадут потомства. Но при этом всем они прекрасно себя чувствуют и едят. Таким образом, вы выкидываете от личинок в эти болота, где живут обычные комары. Они едут и съедают наравне с комарами обычными, так сказать, натуральными, но эти комары у нас ненатуральные, и поэтому они еду едят, а потомства не оставляют. Немножко напоминает современные реалии. В общем, да, как бы в обществе живут, а потомства не оставляют. И таким образом удалось во многих регионах африканских именно конкретный вид комаров подавить до 10 раз. То есть это существенный эффект, при котором вы не нарушаете саму биологическую среду, но при этом всем уничтожаете конкретный вид комаров, который приносит, дает угрозу для жизни человека. Ну, наверное, тоже один из, во всех смыслах, вкусных применений радиации, ядерных технологий — это стерилизация пищи, потому что это, наверное, такой самый чудесный, на мой взгляд, метод. Вот здесь прекрасный пример есть. Пользуются в основном в США, в Китае пользуются. В России у нас с этим всем плохо пока что. Там и законодательство, и, в общем, в принципе, бизнес в этом не особо заинтересован. В принципе, если бизнес, наверное, интерес был бы, наверное, бы это работало. Но пока просто спроса на эту технологию нет в основном. Видите, в общем, пример хороший. Клубничка, которую обработали радиация, и клубник, которую не обработали, через 15 дней в холодильнике. Вот эффект, что называется, налицо. Значит, еда, при этом главный вопрос, вот сразу, я сейчас, наверное, отсеку сразу хороший вопрос, который будет в конце этой лекции. А станет ли еда радиоактивной? Нет, она не может стать радиоактивной по законам физики. Потому что для того, чтобы еда стала радиоактивной под действием внешней радиации, вы должны подать на нее излучение по своей энергии, которая была бы больше, чем энергия возбуждения ядра. То есть, грубо говоря, у нас есть химическая энергия, то есть когда у нас электрон, вот атом, вокруг него ядро, вокруг него электроны. Электроны, как вы сейчас со школы помните, по орбиталям двигаются. Вот, соответственно, если вы вещество нагреваете или светите на него, у вас электроны двигаются между вот этими самыми орбиталями, и таким образом такой атом называется возбужденным. Когда у вас электрон возвращается в основное состояние, он спускает фотон. Вот в ядерной физике, в энергии возбуждения протонов и нейтронов в ядрах, оно примерно от 100 тысяч до миллионов раз более больше по энергии, чем в химической энергии. Поэтому, а излучением, которым убивают, собственно, все внутри этих продуктов, у нее энергия примерно раз в 10 меньше. Таким образом, как бы вы ни крутили и ни старались, просто этим по законам физики нельзя ядра возбудить, то есть сделать их сами, сделать на них наведенную радиацию. Ну, вот так оно работает. Соответственно, организмы, микроорганизмы, все вот эти вот яйца глистов и все на свете, оно этим убивается. Поэтому, если вы… А, вот этим знаком, кстати, помечается такая еда облученная, это международный стандарт. Ну, у нас его просто нигде не встретите, нигде такой еды особо нет. Поэтому, вот если все эти суши вы любите, вот если суши, рыбку такую обрабатывать, в ней уже не будет никаких ни глистов, никого, можете есть сырую, потому что там ничего живого внутри не осталось. То есть само мясо остается прежним. Кстати, изучал этот вопрос, я как раз в Тимирязевку почему-то ездил, тоже меня там позвали в совет молодых ученых, говорят, расскажи нам про это. И, в общем, да, разные методы облучения. Так, это мы с вами пропустим, тут долгие разговоры. На самом деле интересная штука другая. Оказалось, что действительно все-таки продукты радиации попортить можно. Вот тогда как это все влияет. Так вот, продукты попортить можно, если их долго облучать. Почему? Радиоактивным еще раз продукт не станет, но по действиям радиации у вас меняется химический состав немножко. Если молекулы жира много облучать радиацией, они потихонечку разваливаются, и от них начинает пахнуть ацетоном. Потому что, в общем, ацетона в вредных количествах вы радиации не наработаете, но вонять будет так, что как бы приятного будет мало. Поэтому мясо переобработано, можно понять вот под таким камушком сейчас это делается, вообще продукты. Кладут такие камушки, и если была избыточная доза вот в данном ящике-контейнере, который облучался, он меняет свой цвет. Это вот такой самый простой, вот знаете, вот как делают различные такие штучки, не кантовать, и при этом там какие-нибудь шарики, если вы слишком сильно перевернете, шарик перескочит, вы будете знать, что ящик переворачивали. Ну вот тоже такие методы есть. Тем не менее, вредным это все не становится, но может стать невкусным. Вот это точно. То есть это был такой момент, потому что мужики, какие-то бургеры они облучали, потом оказалось, что все-таки облученные бургеры не такие вкусные. Но тем не менее нормы на это сейчас существуют, и по этим существующим нормам это все грозит в принципе в основном именно большим кускам. То есть когда у вас толстый кусок мяса, толстый большой кусок рыбы, его приходится облучать дольше, и там действительно вкус может попортиться. Тем не менее, американцы, например, к себе не пускают вообще ничего не облученного. То есть вообще вы в США не можете привезти продукты, которые не подверглись радиационной обработке. И они даже заставляют контейнеры облучать, пищевые контейнеры, которые привозятся. Активно пользуются этим китайцы облучением, но пользуются они это вообще в утилитарных, совершенно других целях. Они картошку после сбора урожая облучают, и она у них не прорастает целый год. Вот они для таких целей используют. В принципе, если бы такое было у нас дома, можно было бы тоже. Собрал картошку, мешок облучил, как бы забрал, и может быть уверен, что следующего года никаких этих росточков не пойдет, и она останется вкусной. Это реально работает. Потому что в этих целях не надо сильно облучать, это важно. Вот, собственно, ягоды все это, да, это очень удобно. Пропускаем, пропускаем, опреснение воды понятно. Дальше ядерные технологии. Наверное, без этого у нас историки уже, там, геологи жить не могут. Это различное, все, что связано с накоплением различных изотопов. Самый знаменитый метод, это метод радиоуглеродного датирования, когда у нас пока существо живое, вот мы с вами, мы с вами, вот какой главный химический элемент нам с вами нужен для жизни, с чего мы растем? Углерод. Мы, собственно, активно его, те самые углеводы, которые мы с вами потребляем, и эти углеводы, они тоже откуда берутся? Они берутся с поверхности Земли. У нас постоянный, с верхних слоев атмосферы сыпется радиоактивный изотоп углерода. Углерод 14. Его есть небольшая доля, и мы с ним прекрасно живем, и в теле каждого из нас его доля примерно одинаковая, потому что мы его с рождения потребляем, и в костях, и везде. У нас вместе с 12-м углеродом ведет 14-й. Ведет химически он себя точно так же, и исчезать у нас нашего организма наступает прекрасный момент, когда мы с вами еду перестанем употреблять, когда это произойдет, когда мы с вами умрем. В этот момент деревья, будь это дерево, будь это живой организм, 14-й углерод больше не накапливает. Значит, с этого момента, если косточки достались под земли, посмотрели, сколько в них соотношений 14-й углеродов к 12-м, а можно сказать, когда это существо, живое, это животное или растение, перестало употреблять углерод. Таким образом, мы можем датировать до 20-ти тысяч лет, то есть там период полураспада, по-моему, что-то 5 тысяч, примерно лет у 14-го углерода. Вот до 20-ти тысяч лет еще плюс-минус мы можем что-то датировать, дальше бессмысленные занятия, там уже слишком малая сложная технология. Поэтому все, что до 20-ти тысяч лет, в принципе, хорошо датируется. Лучше всего тысяч до двух. Это мы прям шикарно умеем делать. Там есть несколько нюансов с этим связанных. Там Туринскую плащаницу вот эти вы, кстати, датировали. Удивительным тоже совпадением оказалось, что Туринская плащаница почему-то по возрасту ровно совпадает с годом, примерно, когда ее нашли. Ну там, естественно, кто-то в это верит, кто-то нет. Там много об этом историй. А вот дальше следующая история, как датировать вот этих ребят. Это далеко не 20 тысяч лет, это больше. И для этого используется другой набор изотопов. Необязательно использовать углерод. Есть и другие изотопы. И вот калий-аргоновый метод очень такой популярный в этом отношении. У нас калий-сороковой постоянно выбрасывается в атмосферу из-под земли. Его довольно много. И у нас на поверхности земли постоянно есть изотоп калия-сорокового, который может распадаться в аргон-сороковый. Аргон — это что такое? Газ. Правильно. Газ улетучивается. И если у нас на поверхности земли остается только калий сам. А вот эти ребята под землей, когда их подсыпало уже аргон, оттуда не выходит. Таким образом, закапываясь глубже, чем глубже находится объект, тем больше там успевает поднакопиться вот этого самого аргона. И если вы теперь смотрите, берете такую-то пробу, рядом с этими косточками, вы взяли этот грунт и посмотрели, сколько в нем соотношения аргона к сороковому калию, вы можете сказать, как давно это место было присыпано сверху землей. И датировать уже спокойно десятки миллионов лет. Ну и самое могучее в этом отношении это свинец-свинцовый метод. Дело в том, что свинец у нас в том числе образуется из распадов урана, 235-238-го. И по соотношению изотопов можно сказать, а так уж сложилась тема отдельной лекции, что у нас в момент формирования солнечной системы изотопов всех было одинаковое количество, 238-го, 235-го и свинца, то по их соотношению текущему можно сказать, когда вот этот объект собственно зародился. Именно этим методом мы датируем, вот как вы думаете, какого, что это за кусочек? Метеорита, правильно, а какого? Челябинского. Это кусочек Челябинского метеорита, мы его собственно датировали точно так же именно этим методом. И выяснилось, что он наш ровесник нашей солнечной системы и наша планета. Все это мы датируем именно этим методом. Благодаря этому мы знаем, что нашей планете, Солнечной системе вместе примерно 4,5-5 миллиардов лет. Следующая сфера, это вообще, чем я профессионально занимаюсь, это внизу даже мой комплекс находится, там такой бассейн большой, на 2000 воды у нас в МИФИ находится. И мы исследуем космические лучи. Космические лучи — это как раз фундаментальная часть, вот это ядерная физика самая, если до этого мы говорили про такие более прикладные. У нас из космоса постоянно сыпется поток элементарных частиц, и вот сидя здесь, мы с вами находимся под действием их, вот просто каждую секунду. Мы под дождем из них сидим. Секунду проходят через квадратный метр примерно до 400 частиц, большая часть из них проходит сквозь наше тело, насквозь, и как бы мы это не чувствуем. И вообще, если вы еще дозиметра на стол положите, как вы думаете, что он будет, от чего он срабатывает? Нет, какой вот этой атмосферной радиации? Это как раз и есть космические лучи. То есть обычный дозиметр, обычная трубка дейдера. Срабатываются, причем намионные по большей части. Это вторичные частицы, которые, видите, они там оранжевыми нарисованы. Они образуются у нас в атмосфере под действием первичных космических лучей. Звучит вообще космические лучи как что-то антинаучное, честно говорю, но это американцы виноваты, когда они в 20-е годы этому излучению дали название, назвали его космик рейс. Да, что-то звучит так себе. Но по факту это просто поток элементарных частиц из космоса. То есть протоны, то есть ядра водорода и так до железа. Иногда встречаются электроны и фотоны. В них, кстати говоря, были сделаны первые открытия физических частиц, потому что в них и позитрон открыли впервые, мионы, пемизоны, странные кварки. Когда люди не узмели делать этих хороших ускорителей, как большой адронный коллайдер или вон Ника у нас в Дубне, новейший ускоритель, мы все эти процессы получали из бесплатных источников частиц, то есть из космоса. Прекрасно, все здорово. Единственная проблема, что когда у вас летит из космоса, что-то вы никогда не знаете, куда оно прилетит и как. Поэтому детекторы приходится строить большие. Скажем так, самый большой по площади детектор в мире для ловли космических лучей по площади находится в Аргентине, называется он в честь первооткрывателя шорких атмосферных ливней Пьер-Аже, то есть обсерватория Пьер-Аже. Чтобы вы понимали, детектор занимает площадь в 3000 квадратных километров. Это площадь Москвы и Питера вместе взяты. Это один детектор. А самый большой подземный такой детектор, подводный, подледный, это детектор Ice Cube. Он находится на глубине в 2 километра подо льдом на южном полюсе земли, вот прямо на полюсе, прямо на южном. И имеет объем 1 кубический километр. В общем, представить это чудо света даже сложно. То есть это огромно. Если вот всех людей на планете 8 миллиардов в одну ямку сложить, тела, мы займем с вами полкубического километра. А здесь целый кубический километр. Они его еще расширяют. И такой же детектор у нас в озере Байкал строится. Наверняка слышали модули. Он поменьше пока, но его китайцы хотят подключиться, сделать там 30 кубических километров. Ну, что-то мы пока не пускаем этих китайцев. А китайцы сами себя не пускают, потому что у них там северный Китай с южным спорят, говорят, куда вы там полезете в эту Россию, давайте у нас делать. Ну, в общем, свои склоки. Больше всего интересно здесь у нас в этой истории это мионы. Это вот частицы, которые рождаются в процессе взаимодействия. Они краткоживущие. Ну, как краткоживущие. Две микросекунды это довольно много. Если вы помножите на скорость света, это получится уже километр. Учитывая релятивистые эффекты, они могут проходить еще больше. Время жизни их удлиняется. А чем они такие клевые? А чем они такие любимые физиками? Потому что эти частички очень хорошо проходят сквозь вещество. Очень хорошо проходят. И при этом их очень легко поймать. Они просто дают шикарный отклик в любом детекторе. Тем образом, используя вот этот самый поток мионов, мы его можем просвечивать в здоровенные объекты. Вот японцы, например, ставят такие детекторы рядом с вулканом и смотрят, сколько частиц проходит сквозь вулкан. Если там лавы нет сейчас, значит, через центр, через жерло идет частица побольше. То есть там воздух или там что-то, какой-то газ и частицы проходят насквозь. Как только лава поднимается, количество мионов уменьшается. То есть частицы, идущие из космоса через этот вот вулкан, они будут задерживаться там лучше. Значит, надо бить тревогу, спасать, в ужасе разбегаться. Значит, другой пример это таможенный контроль. Мионы хорошо рассеиваются на тяжелых ядрах. Если вы пытаетесь перевезти не только свинец, но что им потяжелее, то вот такой контейнер заезжает под детектор мионов. На границе, это, по-моему, британцы на каких-то островах попробовали, и мы тоже такое умеем делать. Вот видите, из терпичиков собирают свинцовых слова, там, крипт, и nfn, и в потоке мионов его можно увидеть в положении этих терпичей в таком контейнере буквально за несколько минут работы. Принцип, то есть, видите, достаточно простой. То есть у нас, если есть что-то тяжелое, то у нас проходит мион, он либо рассеивается, это один метод, либо другой, если у вас есть такой тяжелый объект, мы, соответственно, видим, сколько частиц через него проходит, то есть в нем часть задерживается. Либо мы можем погрузить на большую глубину объект, наш детектор, и видеть, опять же, что у нас происходит вокруг, но об этом сейчас паре слов. И здесь очень хорошо видно на картинках, у нас есть полный бак, заполненный водой, вон там, видите, это водонапорная башня, ее наполнили водой, видите, синенькая, то есть частиц меньше идет. Слили воду, все стало желтенькое, частиц проходит больше. То есть такая, ну фактически рентген, только вы ничего не излучаете, а просто ловите шуи, так сыпется с неба. Значит, для чего все это применяли? Так, все у нас, отказ, что-то оно нет, о, пошло. Для чего все это можно применять? Ну вот, например, японцы на Фукусиме, когда у них, вот из-за их этого японского раздельдяйства, у них через неделю все-таки бабахнули эти станции их, они бы так и не могли долго туда добраться, посмотреть вообще топливо у них еще осталось в реакторе или сплавилось и в ловушку попало. Вот им пришлось поставить такие мионные детекторы и смотреть вообще говоря, что осталось внутри. Вот они там вот на картинках видно. Выяснилось, в каких-то реакторах топлива больше нет, каких-то оно еще есть. Мы поставили в 22-м году, видите, такой шатер внизу, такой синенький, темно-синенький, тут, наверное, контрастность не очень. Но тем не менее, видно большой шатер, а это энергоблок Калининская электростанция в городе Удомля в Тверской области. Внутри этого шатера стоит вот такой прекрасный детектор, вот он высотой 4 метра, то есть вот от верхушки до пола. Здоровый аппарат такой. И вот результат нескольких часов его работы, видно контуры энергоблока. Вот там, где красненький, это уже, собственно, реактор с наполнением, но уже на большей статистике, естественно, на недельный, на месячный, там четкая картинка более. Ну, скажем так, на нем было очень хорошо видно, как топливо из реактора доставали, перегружали в бассейн для выдержки, для отстоя, как он там называется, по-моему, выдержки, бассейн выдержки, вот, и грузили новое. То есть это было очень хорошо видно в потоке мионов. Получили, кстати, за это даже премиум прорыв года. Вот это вот в моей лаборатории делали, например. И вот в моей же лаборатории мионный годоскоп ураган стоит. То есть они смотрят поток мионов уже на уровне Земли из атмосферы и способны увидеть вот такие вот явления. Здесь вот видно МКАД, Московская автокольцевая дорога. Вот здесь находятся МИФИ. И вот видно, сильное-синее пятнышко появляется. Это во время большой грозы у нас меняется поток мионов. И мы ее видим таким образом. Другой пример — это когда у нас на Солнце происходят вспышки. У нас к Земле летят большие облака плазмы. И что происходит на Земле? Магнитные бури, да. В человечестве летят такие облака до нас дня так три в среднем. И человечество на сегодняшний день умеет примерно 50% вероятности говорить, попадет, не попадет. Ну как там. Ну, тем не менее, реально, например, такая вероятность, потому что эти облака нифига не видно. А космические лучи не задерживают. И вот по нашим данным в принципе за сутки такие магнитные облака можно видеть. Ну и, наверное, самый вкусный финал такой это с помощью мионов, тоже тех же ядерных технологий. В свое время Луис Альварес, открыватель нейтрино, экспериментатор, пытался найти в пирамиде Хефрена найти пустоту. Он поставил в основание детектор свой мион, не преуспел. Не хватало вычислительных мощностей нормальной электроники. А вот проект ScanPyramids это чудный проект японцев. Они в пирамиде Хеопса уже поставили свои детекторы. Причем поставили они и очень мудро поступили. Они не стали делать нормальные детекторы. Они положили так называемые ядерные эмульсии. Это, грубо говоря, коврик. И когда через этот коврик проходит частичка, то у вас остается след в ней внутри. То есть этот коврик положили туда, а потом через год забрали. И посмотрели, сколько с каких направлений там дырчик. И это тем образом смогли определить направление, откуда есть ли где-то избыток мионов. И видите, красные точки. Красные точки это то, что намерили, а черные точки это что должны были намерить при известной диаметре пирамиды. И обнаружилось, что у нас над основной галереей сверху находится большое пустое пространство. Кстати, буквально в субботу с дочкой на даче были, включаем телевизор, там телеканал История, там показывают передачи про это открытие, кстати, тоже можете посмотреть. На YouTube есть, на YouTube, везде передачи есть, это снимали французы, их телеканал. Прям всю эту историю этого проекта, они не рассказали про чем все закончилось, там печальная история, но я сейчас пару слов скажу. Действительно, подключились как раз французы, передачу будете смотреть, увидите, вот они поставили снаружи свои ускорители детектора MicroMegas, и в общем, грубо говоря, получается, японцы изнутри, вот оттуда, с основания, вот здесь вот расположили детекторы, они увидели, что где-то здесь есть избыток. Французы поставили снаружи детекторы, определили, что, как бы сделали, то есть они как бы снизу снимок сделали, а чтобы понять в 3D, нужно получается еще сбоку снимки сделать. Вот французы сняли сбоку и обнаружили следующее, вот у нас получается есть основная значит галерея и обнаружена большая пустота вот здесь. Что это такое, что там внутри, неизвестно, и одновременно они тут еще не показаны, там снаружи еще кое-что находили, и вот здесь вот тоже они одно помещение с такой пустоту нашли. Значит, вот так это примерно выглядит, и казалось бы победа. Велитии физики, велитий успех, значит, прекрасный результат, но эгиптологи сказали, что все это чушь, потому что все это, вы понимаете, арабы, они все эти люди умные, как на этом деньги делать, и они говорят, знаете, это все ваше недостоверно, нам объясняют, ну это мионы, мы на этом кучу всего делаем, нет, это все брехня, быть такого не может, но потом они просто сказали, что просто физики очень плохо учились в школе, потому что они не знали, что на самом деле и так египтологи давно знали, что там есть пустые помещения. А почему? И вот вам ответ. Значит, вот это гробница, где фараон лежит, а сверху над ним пять пустых помещений, как вы думаете, зачем? Нет, не ловушки. Это, я скажу, утилитарное совершенно помещение, никакой романтики. Ну, скажем так, это, знаете, есть противоречия между дизайнерами и инженерами. Вот когда дизайнер говорит, я хочу, чтобы был плоский, вот появился какой-то, видимо, особенный такой дизайнер, который, значит, захотел, чтобы в гробнице фараона потолок был плоский. Вот хотелка такая. У всех предыдущих были сводчатые, а он сказал, вот у нас будет плоский. Это мой дизайнерский проект, мы делаем так. Ну, инженеры сказали, что брат, как бы если, вот видите, королеве, кстати, достался сводчатый. Попроще. А для фараона пришлось делать это дизайнерское решение, очень такое необычное. А проблема в чем? Если вы делаете плоский потолок, у вас жесткость конструкции получается маленькая, и у вас эту гробницу просто под давлением блоков просто раздавляет, Соответственно, пришлось сделать пять пустых помещений сверху и сводчатый потолок, которые на себя распределили вот это самое давление. Вот. Только вот ради того, чтобы это, собственно, дизайнерский проект, так сказать, реализовать. ну, в принципе, удалось, и поэтому они говорят следующее, диптологи, что, ну, все очень просто, ну, раз там надо было делать разгрузочные помещения, наверное, сделали и тут разгрузочные помещения, а вы просто книжек не читали, а вот мы умные, поэтому все равно вам ничего искать не дадим, потому что, ну, как бы это же, понимаешь, что-то в пирамиде и без них нашли. Вот. Ну, физики тоже не отчаялись, и вот был вопрос такой, как вы думаете, что такое вот это вот под буквой H? Что это такое в пирамиде может быть? Ну, нет, на самом деле, вот эта штука, вот по буквой H, она там всегда была, то есть это какой-то элемент, вот как вы думаете, вот и вы, как простой человек, вот приходите к пирамиде, видите вот такую штуку, что это такое? Вот первая мысль. Никто не предложил варианта, что это вход в пирамиду. Ну, вы думаете, как египтологи, египтологи тоже решили, что не может быть вход в пирамиду похож на вход, поэтому входит в туристочку G. Ой, ну да, звучит неплохо. Значит, ну, кстати, физики тоже не дураки, они в точке G поставили свои детекторы, и обнаружили, что за этой штукой находится вход основной. Ну, египтологи совсем взбесились и сказали, что больше мы физиков не пустим вообще к пирамиде, и поэтому проект потихонечку свернули с 17-го года, вот было прайс, что этот он закончился, всех физиков прогнали, больше не пускают в пирамиды, и поэтому это главный египтолог теперь говорит, что физики дураки, как бы вообще все это полная чушь. Печальная история. Но из интересных это вот такие сосиски. Это канадцы с них научили готовить. Значит, они их помещают в... Ну, что ж такое? Не срабатывает. Они их помещают в такие вот скважины, и это уже детекторы мионов, которые предназначены для геологоразведки. То есть на сегодняшний день их очень успешно применяют, за 4 года, вот они 4 года назад только им зазанялись. Почему-то смешно было, к ней в лабораторию приезжает мужик, написал письмо руководителю, говорит, я, говорит, из Красноярска я занимаюсь золотодобычей. Я вот почитал про ваши мионы, а вот можно ли использовать ваши мионы для поиска золота? Мы ему сказали, слушай, ну вообще нет, ну как это вообще какая-то совершенно дурацкая идея. Экскурсию, конечно, провели, все показали, пообщали, чаем напоили, вот он уехал. И в тот же день в газете «Руса», там вечером уже прям перед уходом, руководитель показывает, слушай, смотри, какая статья, там канадцы это делают. Но не для золота, а для урана, для поиска. Потому что урана все-таки в нашем грунте примерно в тысячу раз больше, чем золото. Уран все-таки популярный элемент химический, его дофига в нашей коре. Но, к сожалению, 238-го, 235-го мало, доля слишком маленькая. И причем, плюс уран еще хорошо залегает такими вот залежами именно, то есть очень компактно залегает. А золото, как вы знаете, оно в виде песочка. То есть оно как бы распределено по очень большому объему, поэтому сложновато его искать. Но тем не менее, они там много всех этих месторождений сейчас за последние 4 года смогли канадцы найти. Думаю, честно говоря, что нам надо, конечно, их догонять в этом отношении. Вот в Троицке, как раз в Тринити, они это сейчас делают. Честно говоря, не вникал, надо им на помощь приходить, явно наши отечественные такие делать. В общем, смысл в чем? Много сейчас вы видели применений, и это далеко не все, как вы понимаете, ядерных технологий. То есть они наследили везде, современная жизнь, она именно полнена просто там и сям, везде. Причем еще мы не упомянули, сколько всех технологий было разработано для того, чтобы ядерные отрасли подключать, то есть и химических, и технологических. Огромный широтий спектр, то есть и ни современную медицину, ни энергетику без этого уже, и космос тем более, без этого уже не представишь. Спасибо за внимание. Так, теперь мы переходим к вопросам, поэтому поднимайте руки, и я подойду. Серьезно, ни у кого вопросов нет? Один. Главное начать с вопроса. Если я у вас правильно, речь идет о методе свинец-свинец. Если я правильно уловил, вы достаточно быстро говорите, значит, если я правильно уловил, то на начальном этапе возникновения Солнечной системы было поровну изотопов, ну, каких именно, стабильного и нестабильного, или их больше. А 235-го, 238-го урана? Нет, я про свинец говорю. А свинца, все изотопы были представлены в равном количестве. А откуда, на основании чего такой вывод, почему в равном количестве? Вот представьте, это так и работает. Это, говорю, тема большой лекции. Вообще, откуда Солнечная система взялась? Это идет к дальней хвосту. Вообще, откуда, вот как в природе появился уран-238, как вы думаете, версия? В каком процессе физическом появился уран? Ну, слияние, потому что вначале… Чего слияние? Различных ядер. А как? Да, даже частиц, которые до протонов, нейтронов, что там было. Вот, на самом деле, все гораздо интереснее. Оно произошло не в результате слияния ядер, как раз нет. Уран-200, уран получить в результате слияния ядер нельзя, потому что он очень тяжелый, это энергетически совсем невыгодно. Как ни парадоксально, слияние урана образуется, да и золото. Есть ли у кого-нибудь просто сейчас на себе что-нибудь из золота? Есть? Ни у кого? Вот есть, есть что-то золотое, да? Вот потрогайте, вот прямо сейчас потрогайте. Вы только что, вы сейчас вот в этот момент вы трогаете нейтронную звезду, потому что ни в одном процессе в природе, кроме как при слиянии нейтронных звезд, не образуется тяжелых изотопов, вообще тяжелых элементов, тяжелее там где-то, в общем, там где золото, платина, свинец, уран и так далее, все это образуется только в результате слияния нейтронных звезд. И когда формировалась наша солнечная система, по всей видимости, где-то это событие было достаточно недалеко. Потому что у нас, дело в том, что же происходит при слиянии нейтронных звезд. Когда у вас такие звезды сливаются, у вас часть их массы выплескивается в межзвездное пространство. И вот за последние, вот мы слышали, может быть, есть эксперименты, такой Лига-Вига, это эксперименты, которые ловят гравитационные волны. И вот они ловили, уже наловили прилично слияние гравитационных нейтронных звезд в нашей галактике. И вот, по-моему, первое, которое слияние не поймали, там, например, за одно это слияние выделилось золото на 13 масс Земли. Вот, да. Но, как это происходит? То есть у вас фактически выплевывается материя, состоящая из чистых нейтронов. и за какое-то количество делений, то есть, грубо говоря, у вас изначально, было 300 нейтронов. И часть этих нейтронов превращается в протоны, и потихонечку этот вот этот вот сгусток становится, превращается в тяжелое ядро. Понятно, что при таком процессе все существующие комбинации изотопов будут образовываться в одинаковых долях. То есть у вас и 238-го урана, и 239-го, и 240-го, и 241-го и всех возможных комбинаций будет рождаться одинаковое количество. Какие-то изотопы окажутся суперкороткоживущими, и они там в течение года, секунд или микросекунд распадутся и получатся другие изотопы. А какие-то окажутся, как вот 235-й, 238-й уран, долгоживущими, потому что все-таки берет был распад даже 235-го урана, это миллиарды лет. И таким образом, когда, то есть по всей видимости, в месте нахождения нашей с вами солнечной системы вот этого вещества от нейтронных звезд оказалось достаточно много. То есть и на время создания нашей, собственно, солнечной системы, поэтому всех изотопов, которые мы можем, мы считаем, было одинаковое количество, или, по крайней мере, это количество непренебрежимо мало. Их различие было исходно при формировании солнечной системы. А что с ним не так? А куда девается? А куда девается? У нас, когда у вас происходит распад нейтрона, у вас появляется электрон. У вас, называется этот процесс бета-распад. У вас нейтрон испускает электрон, и получается протонный вы остатки. Таким образом, у вас получается из одного нейтрона, грубо говоря, набирается на один атом водорода. Вот так. Там уже есть. Недавно наши договорились с китайцами по поводу строительства ядерного реактора на Луне. Там же, ну, те же процессы. Вы рассказывали историю про водителя, который, ну, так, достаточно легко рассказал, как это все происходит на Земле. А как на Луне это все будет происходить? Съем тепла, вода охлаждения. Там не вода, наверное, будет, но охлаждение этого. Точно так же будет использоваться. У нас, чем хорошо? На Земле у нас есть речка, у нас есть воздух, и мы можем тепло, собственно, передавать нашему, так сказать, веществу. Что есть на Луне? На Луне тоже все неплохо, там есть реголит, там можно передавать тепло в грунт непосредственно, да, как бы лунный грунт. Но самый популярный метод, это метод все-таки инфракрасного излучения. То есть, проще говоря, вы делаете, как вот, собственно, нуклон будет работать, вы делаете солнечные батареи наоборот. То есть, грубо говоря, делаете огромные площади теплообменники просто. То есть, такие большие пластины, через которые протекает ваш теплоноситель, и просто теряет свое тепло за счет инфракрасного излучения. То есть, самый обычный метод. Поэтому, в качестве теплоносителя, скорее всего, на Луне будет использовать металл какой-нибудь, потому что вода там не очень хорошо подходит. Ну и второй, по всей видимости, что это еще можно? Ну, использовать грунт, наверное. Но в первую очередь, скорее всего, это будет так. Проблем, наверное, там будет очень много, потому что постоянно сыпется из космоса все эти песок, все эти мелкие камушки, и это все будет биться. Ну, в принципе, это сугубо инженерная проблема уже, как это на Луне соорудить. То есть, как бы упирается. Ну, для нуклона, например, того же, это, ну, сколько там, наверное, на дигават придется какое-нибудь поле футбольное или два. То есть, там довольно много надо. Охлаждать в космосе все вечная проблема. Так, там девушка. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот в целой их безопасности сейчас на таком государственном уровне хотят устанавливать вот рамки металлоискателей в школах, в торговых центрах. Подскажите, пожалуйста, насколько вот это будет влияние рамки металлоискателей получается производит излучение. Конечно, излучает ли они что-то? Они ничего не излучают. В этом плане не переживайте. Они излучают больше, чем обычный магнит. То есть, они просто смотрят в магнитное поле. Это магнитное. Да, это просто магнитное поле. Все как бы. Это самое, что мы с ними, этими полями тут живем сверху донизу и на здоровье это никак не влияет. Поэтому, по крайней мере, документальных свидетельств никаких, как это, как это, говорит, моя бабушка, говорит, переживала за то, что, говорит, у меня мозг облучается от мобильного телефона, я тупею. А в итоге сама она тихонечко спит рядом с Wi-Fi роутером. но как бы нету никаких научных доказателей, чтобы магнитные поля в таких масштабах хоть как-то могли оказывать хоть какое-то влияние на организм здорового человека. Спасибо большое. Там другая фишка. Там для этих, обычно это пишут для тех, кого вот эти вот сердце, да, стимулятор, может гипотетически что-то быть, поэтому им разрешают проходить. А вот те, которые размещаются в аэропортах, там же напрямую используются ядерные. И ионизирующие излучения? Да, да, да. Не, ну там же то же самое, там же, когда мы стоим, ручки так держишь, так вокруг тебя проезжает, это все равно нет, это облучение же, это все магнитные, это ищут магнитные объекты, то есть металл, металл ищут. То есть там нет. А когда вот вы суете сумку в этот облучатель, там да. Но вы туда не лазите, и вас не будет. Спасибо большое. Здравствуйте, можно? Здравствуйте. Большое спасибо за интересную лекцию. Насколько мне известно, Россия является лидером по утилизации уже отработанного Ирана, Урана, прошу прощения, и европейские страны вообще этим вопросом не занимаются, но, соответственно, с Россией только коммуницируют. Сохранились ли в данный момент ввиду условий ситуации коммуникации, работы в этой части, и насколько безопасна, в принципе, утилизация уже отработанного Ирана, насколько хорошо Урана, насколько хорошо у нас в стране с этим, или, например, в Китае, потому что по этому поводу довольно много публикаций, что там нарушаются какие-то технологии и так далее. Спасибо. Ну, сейчас у нас обратная проблема, на самом деле. Проблема не с утилизацией, а проблема, как не отдавать европейцам то, что они у нас хранят. Потому что вот этот вот реактор на быстрых нейтронах работают, собственно, вот на этом самом, вот то, что мы храним. Поэтому их хранят так, чтобы потом достать можно было. И сейчас как бы они же вроде как нам его отдали на захоронение, но формально вот там по бумагам там есть тонкости. Мы очень заинтересованы в том, что отдали и с концами. Потому что нам это топливо потом можно использовать, химически обработать и использовать в реакторах на быстрых нейтронах. В общем, об этом разговоры все еще идут. Ну, а теперь, раз мы поссорились. Ну, любая, говорится, война заканчивается миром, как известный факт. Поэтому разговаривать все равно об этом рано или поздно придется. И посмотрим. Потому что, наверное, основные вот эти запасы будут извлекаться там через 10, 20, 30, 40 лет и обратно запускаться в работу. Но на сегодняшний день в принципе больших сложных технологий для этого там не требуется. То есть требуется просто обеспечить условия, при которых у вас грунтовые воды и подобные, что у вас топливо не будет никуда утекать. Ну, на сегодняшний день вроде бы придумали все, что могли для этих целей. И уж куда более надежно хранить, чем сейчас, сложно представить. Просто в какой-то момент их, извините, выливали просто под кустик. Ну, вот у нас даже рядом на Каширке сколько было вот этих, значит, хайповая эта история была там, которая, кстати, официально абсолютно раскачал Михаил Ходорковский, значит, у него и Баха-Медиа. Вот. Они прямо у них на канал, на ютубчике, они там стали митинговали, что строили мост через Москву-реку, вот, вроде Москворечья. Вот. И они там все орали, что панику такую навели, что там, значит, они копают землю, а там завод полиметаллов. Ну, будем честны, они откровенно просто выходили за забор и выливали всю свою радиоактивную эту жижу. Вот. И они говорят, вы сейчас все это раскопаете, оно все попадет в воздух, и мы тут все умрем. Вот. Ну, честно, там раскапывали какие-то ямки, засовывали туда дозиметры. Оказывалось, что радиоактивный фон больше в 500 раз нормы. Ну, те, кто чуть-чуть с этим связан, понимают, что такое в 500 раз больше нормы. Ну, вот, например, как это знамение, самое знаменитое место на планете в этом отношении это пляжи Капокабаны. Такой прекрасный курорт. Там песок гранитный. Как вы думаете, во сколько раз на пляжах Капокабаны фон превышает допустимый Роскомнадзором? Тысячу? Еще версии. В 50 тысяч раз. Вот если вам сказать, что в вашей квартире радиационный фон превышает уровень допустимый Роскомнадзором в 10 раз, вы устроите панику. Ну, физик не устроит, ладно, будет все равно, потому что он понимает, что все эти цифры это взятые. Что такое вот эта норма? Это норма просто радиационная, которая от космических лучей периодически попадает. А вопрос, а какая опасная для человека? Ну, вот, если вы превысите 10 тысяч раз норму по сравнению с разрешенную Роскомнадзором, для здоровья вреда не будет. Ну, это норма, но опять же, как вводится норма. Вы берете просто обычную среднюю для помещений, умножаете на 2, больше нельзя. Никакого, так сказать, подоплете другое, у этого нет. Но, тем не менее, ситуация была неприятная. И мне даже, я помню, я бегал по парку, просто на пробежку шел, и меня там попросили местные знакомые. Не мог бы ты дозиметром везде померить, снять на телефон и успокоить наших мамашек, которые перестали ходить с колясками по Коломенскому, что их дети уродами вырастут. Я говорю, господи мой. Ну, ладно, я везде побегал, показал, что фон даже ниже нормы, как бы, ну, не знаю, повлиял на них или нет, но радиофобия штука такая, да. Поэтому, когда мы говорим про вот эту всю историю, на самом деле, химических опасностей вокруг нас уж куда больше, чем радиационные, к сожалению. А радиационные тоже по Москве не советую ходить с дозиметром. Вот идешь день по центру города, он как заорет, как бы, почему, непонятно. Поэтому не переживайте за захоронение. Они сейчас, те, которые все есть, они очень хорошо контролируются, по крайней мере, мы про них знаем. Егор, вопрос как раз на засыпку. А есть ли вообще какие-то радиационные мутации? Вот там нам в кино показывают всяких мутантов, и насколько это соответствует действительности? Ну, пример, кстати, очень хороший был с применением обедненного урана. Вы, может быть, слышали, вот это первое, кто хлебнул этого всего у нас, там, рак, хлебнул этого, Югославия хлебнула. Когда используются заряды из обедненного урана. Значит, активный, очень такой, эффективный метод изготовления снарядов. Почему? Уран очень тяжелый, вместо свинца он там используется. И используется, там в чем еще другом, фишка. Вы когда, вот у вас бронь танка надо пробить, например, какую-то броню, используются кумулятивные заряды. То есть такой заряд, у которого впереди струя очень горячая, она прожигает броню. И таким образом вы эту броню преодолели и пробили противника. Но, к сожалению, если вы используете нарезной ствол, то есть в котором снаряд у вас закручивается, что это влетит на большее расстояние, влетит быстрее, вы кумулятивный снаряд использовать не можете, потому что в нем эта струя, вот эта вся расплескается и толку никакого. Поэтому используется уран в таких снарядах. Это вот, собственно, вечно на Украине, когда тебе поставили танки британские, как раз из этого ты вопли и появились на тему того, что вот там урановые снаряды эти. Значит, урановые снаряды чем хороши? Никакой снаряд с радиацией вообще речи не идет, просто речь идет о том, что уран, как ни странно, очень химически активный. И когда вот это происходит столкновение, он сгорает с очень высокой температурой и работает фактически как кумулятивная вот эта вот струя, вот такой эффект идет. Ну, а для чего все это надо? В чем все проблема? Проблема в том, что при этом всем он распыляется по огромной территории. То есть у вас территория довольно нехило заражена, оказывается ураном. И после этого есть куча там вот этих сведений, сколько там уродов рождается в Югославии, сколько там в Кувейте, где-нибудь там все это применяли. Но проблема-то в чем? Почти все это происходит из-за химических свойств урана. То есть накопление тяжелых металлов в организме человека. То есть не потому, что там радиация от него исходящая идет. То есть именно по этой причине основные вот эти пугалки, именно с ураном, с этим связаны именно химические, а не ядерно-физические. Что же касается непосредственного воздействия радиации в чистом виде, то да, у вас радиация меняет ДНК. деваться тут ну как бы это невозможно. Да не, ладно, презентация, одна картинка была просто. У вас меняется ДНК и онкология, например, у вас идет с большей вероятностью, если вы облучаетесь регулярно под действием радиации. В принципе, как заработать себе, например, онкологию на коже? Можете взять уголку и каждый день в одном месте себя шкрябать. Вот рано или поздно там появится злокачественная опухоль, потому что вы будете постоянно заставлять в этом месте делиться клетки, и рано или поздно доля какая-то клеток появится просто с отклонением, которое будет злокачественным, просто случайным образом. Аналогичная история у нас под действием радиации. То есть мы под действием радиации убиваем какие-то клетки, нарушаем ДНК, у вас появляются рано или поздно какие-то такие вещи. Что касается прям уродов-уродов в зачатии, то есть если у вас есть зародыш, и вы там что-то нарушите на первых этапах, естественно, дальше пойдет делиться все это криво. Поэтому желательно беременным женщинам под радиацией и не облучаться. Вот, собственно, все, наверное. Расскажи, пожалуйста, про… Вот ты частично затронул тему Николайдеров, этих… токомаков. Да, токомаков. Про то, что вот у нас неделю назад была лекция, я думаю, некоторые присутствовали, там рассказывали про магниты для ускорителей и все такое. Соропроводящие все эти клевые. Да, и в том числе так покасательно коснулись того, что в России разрабатывается такой вот токомак, который комбинированный там частично как ядерный реактор, частично как тероидальная камера. Вот, расскажи, пожалуйста, про это, потому что вот я тогда задал вопрос, чтобы немножко узнать больше, но человек не смог. Ну, там логика очень простая, просто объясню. Значит, у нас во время термоэдерного синтеза вылетает огромное количество нейтронов. То есть такой процесс идет, да, то есть у нас этот процесс перенасыщен нейтронами. Из-за этого, кстати, чтобы вы понимали, термоэдерный реактор светит радиацией куда хлеще, чем обычный. Так-то вроде чистая вся энергия, оттуда летит еще много. Из-за этого там проблема со стенками тоже есть определенная, то есть он там фонить будет, мама, не горюй. И здесь как раз речь идет о комбинированном реакторе, когда вы эти нейтроны, образующиеся в результате плазмы, еще используете наделение. Вот об этом идет речь. То есть там идет еще то, что вот у вас стенка, стенка, которая есть, вот эти нейтроны будут в свою очередь взводить вещество этой стенки. И вы потом это можете оттуда, знаете, сошкрябать, использовать уже дальше в бридере. Я просто пытаюсь понять, это такой токомак, он работать-то будет вот именно там для условной выработки электроэнергии, или это исключительно как печь, в которой можно сжечь все что угодно? Нет, нет, там идет, скорее наработать в ней надо что-то, в ней нарабатывают. Потом есть еще новые комбинированные реакторы, но там используются пушки нейтронные, разные источники нейтронов, такие затейливые. Но в принципе идея, да, как бы вы с помощью термодерного синтеза получаете аховое количество нейтронов. Эти нейтроны очень хорошо кушаются ураном 238-м, высокоэнергично, если их очень много. И вы таким образом этими нейтронами можете заставить его делиться и получить огромное количество энергии. То есть вот все завязано вокруг этой комбинации. термояд дает нейтроны, много, очень сильно. А уран, обычная энергетика, очень любит эти нейтроны, чтобы делить ядра и запускать цепные реакции. Спасибо. Ну, давайте еще последний вопрос. Он коротенький. А вот вы сказали, что китайцы предлагают увеличить нейтринный телескоп на Байкале до 30-ти километров. Айскуб, он километр. А зачем такое огромное? Достаточно очень простая причина. Чем больше строите, тем больше статистика. Тем больше статистика, тем больше у вас… Вот чем сейчас Айскуб интересен? Вот они все пытаются найти астрофизические нейтрино, то есть высоких энергий, откуда из космоса пролетают. Там есть много, конечно, споров об этом. Но, например, они с помощью этого потока уже пытаются примерно прощупать, из чего у нас внутри Земли происходит. Потому что частицы проходят, даже нейтрино очень редко взаимодействующие, они все-таки взаимодействуют, их поток модулируется все-таки устройством, тем, что у нас под землей находится, с землей самой. Плюс они ту решетку делают не очень-то обычную, то есть для разных энергий и так далее, плюс такой вытянутый комплекс позволяет еще и использовать ее как направленное такое, то есть поскольку вдоль озера будет сделано, то есть можно как бы использовать для одного направления, там выделенное. По большей части, если хотите, это как бы такой умный ответ, а это, ну как бы, у кого больше, тот круче. Кстати, американцы в этом отношении очень щепетильные, они, когда у них был ускоритель Теватрон на один ТЭФ, а Большой Дроноколлайдер, когда запустили, там 14 ТЭФ, тогда Обама сказал, не-не-не, мы можем либо быть первые, либо не какие, они его закрыли. Ну это, я считаю, а степень абсурда этого все, конечно, просто зашкаливающая, что Теватроном можно было пользоваться еще лет 40, но благодаря этому, между прочим, наш ускоритель 70 созданный в 70-е годы является четвертым по энергии ускорительным в мире, потому что все остальные делают и закрывают, делают и закрывают, а он как был у нас на сайтниках, так и работает. Спасибо. Да, раз уж про ускорители чуть-чуть, вот опять же, то, что очень интересно, там, опять же, несмотря на тельные санкции и прочее, вот сейчас на высокой довольно степени готовности у нас есть Ника и сибирский фотонный ускоритель. То совсем трудно, это разные сильные вещи. Да, но это разные вещи, тем не менее, можешь коротко про них тоже рассказать, потому что это очень интересно, и вот если старый, созданный в 70-е годы занимает четвертое место, то какие дороги условно открывают вот эти два современных устройства? Ну, если два, их больше, в этом смысле. Окей, расскажи немножко чуть больше. Ну, я в паре слов скажу, у нас есть такая, как бы у нас специфика нашего с вами, как это сказать, по-мягче, государства, в том, что у нас удобнее давать деньги на большие проекты, чем много денег маленьким, вот, поэтому у нас история есть про проекты мега-сайенс, так называемые, то есть мы сейчас строим ряд супер-больших установок в стране, и это очень хорошо, очень хорошо, плохо, что на другие направления там, допустим, не выделяются, но здесь все понятно, то есть тут верховная власть, на это хорошие деньги дает, и мы, значит, уже построили, это просто, я считаю, ну, это из 100 баллов по крутизне, наверное, 90 баллов, да, как бы это, очень круто, не знаю даже, что больше, круто, на планете на сегодняшний день ничего мы могли построить, построили скрытель Ника в Дубне, огромная вообще часть там построена имена, полностью отечественная, то есть, ой-я-я-я вообще просто, им надо памятник ставить, они и Трубникову, и Матвееву, которые смогли перезапустить наш объединенный институт ядерных исследований в таком ключе, что там очень много производств детекторов, технологий появилось, и для чего это надо, Ника устроит одна из ключевых задач, которая в ней решаться будет, по энергии, он, кстати, очень маленький, но очень высокая светимость, то есть, очень большие потоки ядер в них летают, то есть, изначально, когда проектировали, сразу проектировали на низкую энергию, почему? При тех энергиях, при которых образуется пятое состояние материи, вот у нас есть твердая, жидкая, газообразная, плазма, звезда или пламя-зажигалки, а есть пятое состояние материи, которое сейчас активно, даже мы в космических лучах пытаемся изучать, пятое состояние материи называется кварглеонная плазма, вообще, кварглеонная материя давно ее называют, это когда у вас, ну там даже в градусах бессмысленно это говорить, это там, от 200 мэф это можно говорить, еще умножайте на 10 тысяч, образуется, когда у вас протоны и нейтроны превращаются в такую кашу из кварков и глионов, с которых они состоят. Ее, эту кварглеонную плазму на коллайдере немножко пощупали, но там специфика не позволяет, у них энергия очень большая, а поток частиц маленький, а надо очень много. И на нити будут, грубо говоря, запускать большие вот такие ядра типа золота в золото, почти большие, сталкивать их и смотреть фазовое состояние вот этой кварглеонной плазмы, потому что это кварглеонная материя, потому что у нее тоже такая же фазовая диаграмма, есть как у льда, у воды, у всего вот этого. То есть, ну и плюс там будут смотреть в принципе ядерную материю, как она себя ведет при высотех плотностях, при высотех энергиях. Мы до сих пор до конца например не знаем, вот у нас сколько сейчас химических элементов известно, знаете? 118, последний в честь нашего Юрия Целаковича Ганесяна, замечательного, выпускника нашего МИФИ, ныне живущего, замечательного. И вот мы с ним разговаривали, он говорит, как бы, ну никто не знает, до каких мы дойдем номеров. То есть мы сейчас целимся в 120, потом, если все нормально будет, 119, потом там пойдем дальше, я надеюсь, до 140 доберемся, там тролливали. Ну мы до сих пор не знаем, как вот, как эта ядерная материя там себя ведет. Ну то есть модели есть, они не очень бьются с экспериментами местами, вот для этого всего строится НИКО, чтобы вот эту ядерную материю, смотреть, как сильное взаимодействие работает. Мы чем дальше копаем, понимаем, не все про него знаем. Что касается другой истории, это мы сейчас по всей стране строим синхротроны. Это синхротрон Стив в Новосибирске, это синхротрон РИФ, ну там только площадка готовится, это на острове Русском, Владивосток. И синхротрон Сила, это который будет находиться у нас в подмосковном Протвино. Три синхротрона, ну грубо говоря, это микроскопы. То есть вы строите размером с футбольное поле, точнее нет, с нескольких футбольных полей кольцо, которое у вас по кругу гоняет электроны, а в точках поворота по этой траектории электроны испускают излучение. Вот это излучение используется как мощный такой вот источник излучения, как свет в микроскопе. То есть настолько плотное, настолько яркое излучение, что вы можете просвечивать детально сложнейшие объекты. И, например, на синхротроне Сила, это который у нас финал, наверное, всей этой истории, из этих трех больших синхротронов, там будет настолько высокая светимость его, настолько кодерентное излучение оттуда будет выходить, это называется даже рентгеновский лайзер во многом. Так вот, настолько мощное излучение, что вы можете в его потоке видеть, как в кино, как в мультите, как у вас взаимодействуют химически две молекулы белка. То есть вы прямо по кадрам видите. То есть, видите, вот как вы можете прямо видеть глазами, как происходит химическая реакция, то есть две молекулы взаимодействуют друг с другом. Это вообще отвал башки. Такой же строят в Германии. Скажем так, вот когда их построят, скорее всего, очередь на их загрузку, исследования, которые на них проводят, будет там несколько лет вперед. Причем вряд ли эта очередь когда-то будет уменьшаться. Потому что тот синхротрон, который единственный сейчас есть в нашей стране, это в Курчатском институте, там с ним много хлопот, конечно, не самый лучший синхротрон, но на нем уже тоже очередь на исследования постоянно длиннющая. Вот, например, чтобы вы понимали, насколько это крутой инструмент, на нем очень много археологических всяких штук просвечивают. И, по-моему, год-два назад самое, по моему мнению, классное исследование было, когда из Помпеи, значит, ну знаете, где вот вулкан у них там этот, они там все померли, и там еще есть эти тубусы, а в них завернуты пергамент, эти вот их, ну вот, свитки. Свитки. И проблема в чем? Прочитать их нельзя, потому что если ты его раскроешь, он превратится просто в пыль. И что они сделали? Они их положили и просканировали вот этим самым синхротронным излучением. и смогли увидеть по отклику там, где какое вещество, что написано на этих свитках. Потому что можно понять, где чернила, где нет чернил, и таким образом прочитали свернутые, сгоревшие свитки. Вот пример. Они рассыпаются в пыль. Ну, мне кажется, очень классная лекция. Давайте поблагодарим Егора.